Экспо-музыка с Михаилом Брызгаловым Амати, а в течение 10 лет был его подмастерьем. В ранних скрипках Андрея Гварнери следует форме инструмента своего учителя, называемых Гранд Амати. В процессе поиска собственного стиля мастер изменил очертания резонаторных отверстий, эфов, расположил их прямее, сделал своды дек более плоскими, чем у инструментов Никола Амати и его предшественников. Лак на скрипке Гварнери накладывал толстым слоем, после чего они приобретали плотную текстуру и красноватый оттенок. Звучания его инструментов отличаются нежным и деликатным тембром. Альт работы Андрея Гварнери второй половины 17 века является одним из лучших в разведении мастера. Довольно крупный инструмент по очертаниям модели приближается к инструментам Амати, но вместе с тем полностью выявляет черты стиля самого Андрея Гварнери. Звучание Альта – глубокое и яркое. В этикете инструмента указано характерное для семейства Гварнери посвящение – святой Ферезе. В России Альт принадлежал семейству герцогов Мекленбург-Стрелицких. Один из представителей этого семейства – Георгий Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий, крупный землевладелец и благотворитель. Он был музыкантом-любителем, игравшим на виолончели и фортепиано, основателем струнного квартета, получившим его имя – квартет Мекленбургского. Также он был страстным коллекционером, собирал не только произведения изобразительного искусства, но и ноты, а также редкие музыкальные инструменты. Любовь к музыке была передана ему по наследству. Бабушкой Георгия Георгиевича была великая княгиня Елена Павловна, стоявшая у истоков Русского музыкального общества Петербургской и Московской консерватории. В 1919 году Альт поступил в государственную коллекцию уникальных музыкальных инструментов. В разное время на нем играли такие исполнители, как участник квартета Мекленбургского Владимир Бокаленников, Федор Дружинин и многие другие. Экспо-музыка. Шедевры из коллекции Музея имени Глинки. Редактор субтитров А.Семкин